Британская кухня Британская кухня Назову мой сегодняшний кулинарный проект рыбным ужином. Едва заходит разговор про рыбу, люди начинают петь хвалебные оды омаром и осетрине. Но все это пафосная вещь. А вы полюбуйтесь-ка на этих красавцев. Задурный аромат и немеряное количество омеги-3. Да, она должна быть королем океана. Печально, что многие считают скумбрию недостойной рыбой, относясь к ней с подозрением. Я же думаю, она должна быть объявлена национальным сокровищем. Чтобы заполучить первую рыбу для готовки, я отправился в Веймут в графстве Дорсет на рыбалку с Марком Литтемом, представителем продуктовой компании «Мерчант Гурме» и выдающимся рыбаком. Я не ловил рыбу с детства, так что уже подзабыл, как это делается. Переверните в другую сторону. Так получится рыбье движение. Точно. Когда рыба клюнет, вы почувствуете натяжение, она дернет. О, да, вы обязательно почувствуете. Кажется, у Тома первая поклевка. Тянуть. Сворачивайте леску. Ну вот первая рыбка, чудесно. Смотрите, не отпустите ее. Нужно ее вытащить, держите сами. Просто держите удочку. О, да, я король скумбрии. Мы обманываем рыбу этими крючками. Но что они едят в природе? Эти рыбы не падальщики. Они хищники, едят только живую рыбу. Это не придонные рыбы, которые питаются мусором со дна. Чистая рыба. Питается чистым кормом, живет в чистой воде. Первая, кто поймает 50... Подождите. Кажется, еще одна клюнула. У меня разгорелась жажда крови. Жажда крови разгорелась? Да, серьезная. Скорее мечты о жареной рыбке на сковороде. Ну, разве не здорово? Отлично, Том. Больше чем четыре, пожалуй, и не выловишь. Держите удочку крепче. Том, вы не делаете работу наполовину, так нельзя. Четыре за раз – это хороший результат. Наверное, мы напали на косяк, потому что ведерко с коскумбрией быстро наполнялось. Человек, который привел нас на это место – шкипер Рон Браун. Откуда вы знаете, где рыба? Ну, все местные знают. У рыбы есть любимые места? Да, если их знать, то можно поймать много рыбы. Потрясающая у нее расцветка. Это да. Это камуфляж? Да, защитная краска. В воде она похожа на рыбь, почти незаметна. Очень красивая рыба и быстрая. Они похожи на маленькие торпеды, это точно. Вот откуда у них такой отличный вкус – спортивная рыба. Марк всегда потрошит рыбу в лодке. Разве я мог отказаться? Молодым поварам приятно будет посмотреть, как я это делаю. Думаете? Что, вы чистите рыбу? Раньше я поручал такую работу самому капризному работнику в пабе. Оставлял его с рыбой на час, и он становился смирным. А в Азии любят головы, кстати. Серьезно, да, особенно глаза. Им нравятся глаза. А что в них белок? Наверное. Мы не будем есть рыбьи головы на этот раз, но они не пропадут даром. Дамы, налетайте! Вон, даже на лету ловят. Ничего нет более приятного, чем самому поймать свой ужин. Свежее рыбы вы не купите. Фенхель отлично подходит к рыбе. У него легкий анисовый привкус. Если вам знаком вкус анисового семени, вы поймете, о чем я. Тоненько нарезаем фенхель вместе с красным луком. Берем наше восхитительное свежее филе скумбрии и обваливаем в муке. Некоторые считают, что готовить рыбу неудобно, мол, она пристает к сковороде. Но это лишь в тех случаях, когда вы недостаточно разогрели ее. Я смажу ее рапсовым маслом, и когда масло начнет дымиться, положу на сковородку филе. Маринад готовим следующим образом. А яблочный уксус, который отлично подходит к скумбрии, разводим с сахаром при нагреве. Кидаем щепотку черного перца. Вот отличный инструмент для переворачивания рыбы. Сказал он и солгал. Нарезанными ломтиками фенхеля и красного лука выстилаем тарелку, чтобы положить сюда скумбрию. Роскошное блюдо. Рыбное филе. Можно есть прямо так, капнув лимона, добавив немного масла, сливочного масла и соли. Теперь поливаем рыбу маринадом и украшаем блюдо побегами фенхеля и тимьяна. Нужно лишь охладить его до комнатной температуры и поставить в холодильник. Следом у нас десерт, но его дольше готовить, нежели главное блюдо. Я собираюсь сделать собственное мороженое. Чтобы поискать вдохновение, я отправился в Брэндон-Хиллс в графстве Соммерсет на молочную ферму, которая продает необычные продукты. А вот и главные герои. Эндрю Спитт, владелец фермы Бридикотт. Вот уже 18 лет успешно дует овец. Мне кажется, мало кто знает, что на фермах разводят молочных овец. Давно ли такая традиция существует в стране? Давно монахи доели овец и делали из молока сыр. Сейчас у многих аллергии на коровье молоко, поэтому люди пьют овечье молоко в качестве здоровой замки. На что идет ваше молоко? На сыры, йогурты и мороженое. Последние полтора года особенно хорошо продается сыр. Смотрите, ворота открываются. И овцы уже тут как тут. Словно у магазина в день распродажи. Хотите попробовать? Конечно. У меня получается. И даже неплохо. Вы быстро схватываете. Пожалуй, я оставлю их на вас, а сам пойду выпей чайпо. Кажется, меня зовут. Им не больно? Вовсе нет. Сейчас покажу. Вот, засуньте туда пальцы. Потом мы их помоем. Видите, он просто пульсирует со скоростью 120 раз в минуту. Такое ощущение, когда ягненок сосет палец. Наши машины сделаны по подобию природы. Верно. Вот молоко, которое мы сдаили ранее. Хотите попробовать? Держите. Пей до дна. Да, пей до дна. Чудесный вкус. Я не ожидал, что он будет таким. Думал, чуть иным будет? Сложно описать. Жировые шарики в молоке очень маленькие, поэтому нет ощущения жира, прилипающего к небу, поэтому молоко отлично подходит для изготовления мороженого. Предприниматель, который не применил воспользоваться этим преимуществом, живет по соседству. Это производитель мороженого на ферме «Стилс», выпускающий несколько сортов под маркой «Струйная овечка». Так как овечье молоко более однородно по консистенции, не нужно добавлять в него сливки, как это обычно делается. Поэтому и вкус у него должен быть чище. Владелец фермы Дэвид Бейкер дал мне возможность снять пробу. Так, у мороженого чистый вкус, и вкус добавок лучше ощущается. Когда ешь мороженое с коровью, молока часто чувствуешь на языке. Да, это жир, который еще долго остается во рту. Здесь его вообще нет. Вот именно. Какой вкус самый популярный? Ванильный. Неужели? Да, мы предлагаем 18 разных вкусов, но ваниль продается лучше всего. Если наш продюсер смотрит, я требую каскадера. Я везу свою тележку на железнодорожную станцию «Вест Соммерсет» в Майнхеде. Любопытно посмотреть, как отдыхающие воспримут необычное лакомство. Пробовали мороженое из овечьего молока? Нет. Сейчас попробуйте. Это оно и есть, да? Это необычное мороженое, знаешь почему? Оно из овечьего молока. Ишь, какой умный. Подумав за годи и пообещавшись с местным молочником, вы можете сделать то же, что и я – заказать овечье молоко и попробовать приготовить из него мороженое дома. Посмотрите, какое оно превосходное и нежное. Начнем с того, что готовим наполнитель. Режем вдоль один стручок ванили, вычищаем семена и кладем их из стручка молока. Ставим на плиту. Берем пять желтков и нерафинированную коричневую сахарную пудру и взбиваем. Когда молоко начнет выпариваться, снимите его с плиты и влейте яичную смесь, предварительно удалив процеживанием ванильный стручок. Если взбиваете в прозрачной посуде, обязательно загляните под дно, чтобы убедиться, что на дне и стенках не осталось яичной массы. У нас получается сладкий хрем. Какой восхитительный аромат. Ваниль – просто чудо. Овечье молоко сворачивается не так быстро, как коровье, поэтому его можно греть прямо в кастрюле. Крем не должен получиться слишком густым. Достаточно, чтобы он слегка оттянулся за ложкой. Вновь пропустим через сито, чтобы удалить комки и охладим. Теперь убираем его в морозильник. Но не думайте, что на этом приготовление мороженого закончено. Все еще впереди. Чуть погодя, я отправлюсь в Херфордшир за английским бальзамом из черной смородины, который придаст моему десерту дополнительную прелесть. А затем в Бриксхеме меня ждет встреча с панцирными для классического рыбного пирога. В первой части программы мы уже приготовили отличную закуску из скумбрии. А скоро я возьмусь за приготовление восхитительного рыбного пирога с копченой рыбой. Но прежде я хочу завершить приготовление десерта мороженого из овечьего молока. Любая жидкость при замерзании кристаллизуется. Чтобы мороженое получилось нежным и вкусным, нужно постоянно останавливать процесс кристаллизации, периодически перемешивая мороженое и разбивая кристаллы. Через пару часов я повторяю это, а потом оно будет готово к небольшой, но важной добавке. Я взял свежую черную смородину и сварил ее с сахаром почти до состояния варенья. Но у меня есть одно секретное оружие, которое я добавлю сюда. Это бальзам из черной смородины. Спирт, содержащийся в нем, помешает замораживанию ягод как антиобледенитель для машин. Перемешиваем ягоды очень осторожно, не давя их и не превращая мороженое в розовую массу. И хотя оно не такое красивое, как в магазине, зато оно намного вкуснее. Уберу его обратно в морозильник. Уже через полчаса его можно будет пробовать. В последнее время к черной смородине ослаб интерес и совершенно напрасно. Вы удивитесь, но в черной смородине содержится в 4 раза больше витамина С, чем в апельсинах. Джо Хилдич, фермер в третьем поколении, выращивающая черную смородину на ферме Уиттон. С участков 240 гектаров она собирает по 300 тонн этой редкой ягоды ежегодно. Черную смородину собираете вручную? Да. До начала 70-х у нас работали полторы тысячи сборщиков, которые проходили по плантации со скоростью саранчи, собирали ягоду со всех кустов. Я правильно делаю? Да, но очень медленно. Мне бы уже сделали выговор. Самые лучшие сборщики приносили по 15 ведер в день. Мы с братом собирали по 4-5, но у вас получилось бы от силы одно. Слава богу, сейчас все намного проще. Этот комбайн стряхивает ягоды с веток, и вместо полутора тысяч рабочих на ферме требуется всего трое. Приятно видеть корзинку, полную черной смородины. Ягоды сладкие, но у них есть эта приятная кислинка, которой нет у других ягод. Она отлично идет к дичи и утке, а также к другим блюдам, помимо мороженого и салатов. Джо нашла отличное применение излишком ягод. Она изготавливает бальзам из черной смородины, который я использовал в моем десерте. Сам напиток родом из Франции, но что бы ни делали французы, британцы сделают это лучше. Перерыв на бальзам? Да. Не желаете попробовать наши сорта бальзама? С удовольствием. Это ликер? Не совсем. Его производят по технологии виноделия. Брожение происходит за счет собственного сахара ягоды, но в конце мы добавляем в него сахар для завершения ферментации. Чувствуется аромат поля? Да, в самом деле. Полный восторг. Попробуйте джин. С удовольствием. Как терновый джин, но с более сильным фруктовым эффектом, фруктовой нотки. И смородина чувствуется. Еще здесь есть ром, который мы сейчас попробуем. Кстати, я в Лондон особо не спешу. Можете продолжить дегустацию. Мороженое ждет в холодильнике, и я могу приступить к приготовлению главного блюда. Рыбный пирог – одно из любимейших блюд. Он будет с копченой пикши. Если хотите впервые порадовать гостей рыбным блюдом, приготовьте рыбный пирог. У меня тут получился, скорее, своего рода конвейер для сборки блюда. Отварной картофель для пюре, яйца, сваренные вкрутую, и молоко на низком огне. Нарезаем пикшу крупными кусками и опускаем в молоко. Обожаю этот запах. Копченое пикши и молоко. Это запах, который летом доносился с кухни моей бабушки. А здесь у меня отварные, очищенные от панциря королевские креветки, которые придадут пирогу аромат морской пищи. И еще одна вещь, без которой я никогда не готовлю рыбный пирог. Это филе американского краба. Это крупный бурый краб, обитающий в североатлантическом регионе. Добыча краба ведется по всему британскому побережью, но на юго-западе страны есть город, считающийся ее центром, город Бриксхем. В Девоне уже несколько десятилетий соперничает с Кромером в графстве Норфолк за звание первого поставщика крабов в Великобритании. Семья Йена Брауса занимается ловлей и продажей краба уже 35 лет. И я прибыл как раз вовремя, чтобы застать у причала только что прибывшее судно со свежим уловом из Дартмута. Давайте достанем одного. Посмотрим на это чудище. Вот они. Расскажите, что делает Бриксхемских крабов столь популярными? Прежде всего, размеры. Крабы из Кромера намного мельче. А тут с одного краба получается больше мяса. Потрясающе. Наверняка многие побоялись бы взять его в руки. Они вас щипали? Конечно, щипали. Если сунуть палец ему в ключ, ну, может и отхватить. Серьезно? Да, еще как прихватит. Поэтому не стоит ему позволять этого делать. Тут еще и омар затесался. Они соперничают за приманку? Уже не знаю, пойдет ли омар против каменного краба. Уж очень они по силам неравны. Хотя кто знает. Как раз хотел спросить, на кого поставите? Пожалуй, на этого. Вот теперь стало еще интереснее. Сохранив все пальцы на месте, я пошел смотреть, как вчерашний улов извлекают из бака для кипячения. А затем меня ждал экспресс-курс по очистке краба. Том, смотрите, нужно отогнуть ноги назад и отломать их. Это первое. Ломаете и бросаете в лоток. А они ни на что не годятся. Переломив ноги, выдергиваете их из суставов. Раз, два, три. Вот так. И кидаете в лоток. Теперь клешни. И затем тушка. Представьте, что держите в руках шар для боулинга. Просовываете два пальца и отделяете панцирь. А потом просто вынимаете белое крабовое мясо. Да, здесь его много. И в лоток. Теперь надавливаете вот здесь рукой прямо по линии, чтобы сломать панцирь. Ну вот, отлично. Я понял. А затем то же самое с другой стороны. Тогда обнажится мозговое вещество. Вот и весь краб. Мне понравилось. Отлично греет руки, правда? Да. Возьмете меня на работу? С удовольствием. У вас отлично получается. Ян сказал это из вежливости. Я бы ни за что не угнался за его опытными работниками. Мясо выбирают из трех крупных частей. Мешка или туловища, ног и самой вкусной части – клешни. После тяжелой работы приятно будет вкусить прекраснейшего британского краба. При традиционной британской погоде. Для приготовления пирога я лишь отделил белое мясо от коричневого для того, чтобы начинить им разные части пирога. Сливаем молоко, в котором мы подержали копченую пикшу. Оно нам пригодится для приготовления классического белого соуса. Добавляем немного сливочного масла и муки. Пошел запах печенья и сладкой выпечки. И это значит, можно добавлять молоко. Но кастрюлю лучше снять с плиты и добавлять молоко понемногу. Многие боятся готовить белый соус, но здесь главное контролировать процесс приготовления. Поэтому я и снял кастрюлю с плиты. Это как раз один из тех видов блюд, которые нельзя пускать на самотек. Вы не можете отойти посмотреть телевизор, зато как приятно вдыхать этот аромат, поднимающийся над кастрюль. Аж мурашки по коже. Копченая пикша охладилась, и можно нарезать ее небольшими ломтиками. Осталось лишь сложить все ингредиенты в смазанную маслом форму для выпечки. Приготовление не требует большой аккуратности. Просто смешайте пикшу, креветки, белое крабовое мясо и яйцо, полив все это белым соусом. А коричневое мясо я оставил, чтобы позже смешать его с пюре. Раз уж вы озаботились приготовлением этой великолепной начинки к пирогу, грех будет не украсить его чем-нибудь. Положите сверху пару кусочков сливочного масла и поставьте в духовку. Если это блюдо не насытит ваших гостей, то ничто не насытит. Наш рыбный ужин готов. На закуску идет филе с кумбрии под маринадом из фенхеля и тимьяна. В качестве главного блюда – восхитительный рыбный пирог с золотистой корочкой и нежной начинкой. Я подам его с отварной красной фасолью. И завершит наш ужин потрясающий десерт – мороженое из овечьего молока с черной смородиной и капелькой бальзама. Ужинать мы будем в саду с владелицей черно-смородиной фермы Джо Хилдич и моей давней подругой, кулинаром Триш Хилфити. Откуда эта скумбрия? Она вкусная. Я поймал ее сам. Мы напали на косяк. Я ничего подобного не видел. Одну с другой вытягивал. Очень нежная начинка. Держите. Чувствуется вкус коричневого мяса. Очень необычный. Спасибо. А вот и десерт с вашим… Да, бальзамом. Никогда бы не подумала, что тут нет сливок. Да уж, очень вкусно. И привкус бальзама угадывается. Поделитесь рецептом. Здесь не помешало бы сухое печенье. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!